Ну что, друзья, всем привет! Не успели вы по нам соскучиться, а мы уже опять с вами едем в торговый центр Рио на Московское шоссе в Sunlight. Хотим посмотреть, какие там скидки будут. Вот, у меня скоро субботу день рождения. Поехали присматривать подарок. Олег говорит, поедем вместе, будем присматривать вместе с тобой подарок. Посмотрю, либо браслет, либо кольцо, либо цепочку. Что приглянется, то и будем брать. Здесь, конечно, понравится. Вот, не накрашенное сегодня, ничего. Много уже с утра дел переделали, уже нарядили квартиру, нарядили елку. Вот. Когда выходной всегда праздник, двойной чувствуется Новый год. Блин, по телевизору какой-то был сегодня анонс, что 1 января выходит какой-то новый сказочный фильм, богатырь какой-то там что-то, наш, российский, с такими спецэффектами какими-то. Говорят, что где-то уже была предпремьера, может быть, там на радио кто-то, если билет выигрывал. Блин, напишите коммент, то есть под видео, пожалуйста, ну, хороший фильм или нет. Потому что если мы будем в Нижнем, не поедем на Бор к нашим друзьям, да, то я бы хотела первый числа бы в кинотеатр пойти тогда, чтобы дома не отлеживать пока после салатов. Да, Олег Александрович? Да, да. Пока после салатов. Диета. Коронавирусная диета. Новая фишка. Представляете? Кафе закрытое, все закрыто. Все сидят дома. Но сегодня мы посмотрели два мультфильма. История игрушек уже, ну, только начался мы вот сейчас, ну, как поехали, то есть по делам. Маленько подстриглись, конечно. Вот Олег тоже, тоже подстригся, но под шапкой там не видно. И принцесса лягушка супер мультик. Канал Дисней. Я, конечно, понимаю, что мы уже выросли с этого возраста. Но хочется Нового года. Посмотрим, что творится в торговых центрах. Может быть, зайдем в Китай-город. Купила я эти наклейки в фикс-прайсе. Перед этим выйдет видео в фикс-прайсе. Потом уже выйдет сегодняшнее видео. Наклеек я купила мало. Квартира у нас большая. На окна мне не хватило. Мне вообще ни на что. Этих наклеек, в принципе, не хватило. Потому что, ну, только на дверь, грубо говоря, на одну. И на зеркало. Вот. Надо еще будет посмотреть гирлянды. Потому что у нас гирлянда не работает. Мишуру, дождик хочу на окна повесить. Вот. В общем, оставайтесь с нами. Покажем, что купили. Ставьте лайки. Всем хорошего предновогоднего настроения. Оставайтесь с нами. О, пойдем я сниму декорацию. Смотрите, друзья. И где-то чувствуется Новый год. Какие шарики. Редактор субтитров А.Семкин Снегурка вон ходит. С детками фотографируется зайчик со Снегурочкой. Девочка на скрипке. Напротив вот такой вот елочки. Вот такое вот небо. Смотрите. Не передать хвост по видео, какое небо. Спускаемся вниз. Пойдем посмотрим, где-то он здесь. А вот можно даже вживую посмотреть на этих героев, которые были сверху, на которые смотрели. Вон он. А вон и он. Санлай. Линии любви написаны. Понял? Если ты меня любишь, ты должен. Скидки греют до 70%. А, у меня паспорта... У меня паспорта с собой нет. Я не знаю, нам сейчас тут, в принципе, разрешат поснимать или нет, но мы посмотрим. Вообще, очень красиво. Все. Сейчас будем мне искать подарок от днева рождения. Вообще, цены нормальные такие. Это серебро. Ну, блин. Вот такое вот одуренное зеркало здесь большое. Бриллианты Якутия. Я, в принципе, на кольцо за 28 тысяч согласных. В общем, кто хочет посмотреть, да, то есть, может на сайт зайти, санлайта, и там все посмотрят. Серебро. Тут написано, что здесь серебро. Такое вот большое помещение. Вон Олег там что-то смотрит. Сейчас я себе выберу сначала, выберу себе подарок, и потом уже вам покажу. Вот цепочка, цена, цепочка, цена. А вон так, которое на пизде ставлю. Это серебро или белое золото вот это вот? Ну, не знаю. Ну, он здесь золото может, наверное, делать. Сзади вон там еще цепочки. Может поставить на паузу кому-то интересны цены. Ну, это же братли. Вообще все красиво. Ну что, друзья, вот мы купили. Все-таки нашли, подобрали. Да, подобрали. Двоим подарок. То есть Олегу на Новый год. Охрененное такое с огранкой красивое кольцо. И мне цепочку. Надей, рожде... Вот. Цепочка клевая. 60 сантиметров, 585-й пробы с огранкой, плетение бисмар. Ну, то есть все покажем вам уже. Сейчас идем в Ашан. Ну, что мы, короче, в Ашане. Такие вот цены вот на рыбу. Что есть в ассортименте? Запах, конечно, здесь не особо. Ну, что рыбой пахнет. Кто любит устрицы? Они здесь умерли уже давно. Я говорю, кто любит устрицы, да? Вон. Они там уже умерли давно. За 279 за... За что там? За килограмм? А, за штуку 279 рублей. Все во льду. Ну, так так, да, да. Ну, блин. Мне кажется, в Магните цены намного дешевле, чем здесь. Килька 64, которая в Магните стоит 30 рублей. Сейчас мы, короче, берем хлеб, булки какие-нибудь возьмем. Шпроты в Магните 89 в акции. Ну, это как бы не реклама Магнита, но в Ашане, ну, прям реально стали дорожные цены. А я все рада, очень рада. Блин, люди, представляете цену ЯИС? 88. Перепелиные 62, когда они стоили полтинник. Есть в акции деревенские у золота сейма 65 рублей. Ничего, все на кассиках. Уже 19D появилось. Фудкорт, в принципе, полный. Слышь, Олег, Миланки бы сюда, да, сходить? Вова, Галя, вы смотрите это видео? Есть, смотрите. Изумрудия. Изумрудия, вот. Специально для Миланки. Или Никитки Настиного. Вообще прям. Там можно побегать, попрыгать. Почему? Вон дети бегают. Смотри, давай звук заснимем. Вообще клево. Там есть и побольше дети. Его же возраста. Шок. Вон, там, смотри, батуты. Вообще клево. Все мягко полазить там. Побегать. Сейчас посмотрим, если кто в Макдональдсе. Сейчас же все на вынос. Коток умная. Игрушка. Столиков нет. Тут все, в принципе, убрали. Но поставили диванчик. Фудкорт, стой. Ну что, наши дорогие зрители. Мы уже идем по парковке. Едем домой. Все, что хотели, все купили. Зашли в Ашан. Там еще я купила себе пакет с волосами. Вот. Олег Александрович сейчас машину будет греть. И поедем. Так что, вот. Смотрите, будет еще видео. То есть, распаковка. Он покажет кольцо, которое себе купил. А я уже на свой день рождения покажу свой подарок. Вот. Кому нравятся такие рубрики, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не скупитесь на комментарии. Вот. С вами на этом прощаемся. Вторая часть видео будет после этого. То есть, либо сегодня, либо завтра. То есть, уже посмотрим, как смонтируем. Хороших вам выходных. С наступающим. Всем пока-пока.